сегодня вот такая вот губа с автомобиля citroen c4 2006 года выпуска значит покрутившись повертевшись вокруг нее приобретение новой купил новые подкрылки подкрылки вообще не то что было вот по материалу по качеству по форме по содержанию скажем так и поэтому что-то не стала покупать новую зубу потому что со старой произошла такая казе то есть везде где она уже была прошита как-то зацепилась отломилась и вот не хватает такого вот куска сразу видно да что вот часть инородная эта народная часть раскатаны под крылок жгулей феном прогревался раскатывался в принципе нужна была площадь пластика эластичного мягенького поэтому как бы решил я его применить ну а сейчас мысль следующая все что касается оригинального пластика все заварено вот в принципе неплохо сваривается прутки делаю из конвертов наверно славуто таврия какая-то вот конверт что это там какая-то автомобилька нигде не написано тип пластика но ситреновской губой сращивается вроде как неплохо попытался рвать и так дальше вот такими нарезал полосочек почистил щеточкой значит где моя щеточка вот она практически как при сварке аргоном по алюминию щеточкой зачистил место где прикладываем прутик температура 315 градусов а вот и вплавливаю этот пруток как есть много разных видео но сама технология разогреваем поверхность сдавливаем пруток он хорошенько ложится потом я еще после этого его как бы вот такой вот ложечкой уплотняю как бы называется холодная ковка горячая ковка ковка не ковка в общем типа уплотнить таким образом и сейчас вот мыслю что из cd уд через под рукой полос вырежу подложу изнутри а в них проклепая заклепочками где они у нас обыкновенные алюминиевые заклепки современные технологии без молотка щипцами вот такими заклепочками я думаю что-то резкости у нас пропадает вот склепать эту деталь как бы вот проклепать так 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 и вот так потому что пластик под крылка жигулей не склеивается не сваривается вот если бы был пластик который сваривается можно было бы была мысль насверлить отверстие прогреть феном придавить кругленькой трубочкой и как бы получить точку сварочную в принципе можно если разогревать этот материал и выпускать его поверх этого материала ну пока так я не мыслил поэтому думаю приклепать приклепаем посмотрим что у нас получится но в целом вот так вырисовывается картинка значит здесь сейчас подрежется и ровная планка ляжет хотелось планки спрятать вовнутрь но изнутри есть ребра жесткости которые не захотелось трогать вот и вот таким вот образом приклепал недостающую часть там снизу не видно главное чтобы она выполняла свою функцию вот вот в целом как то так конечно нарастить вот здесь вот крепление под крылком ну то дело такое посмотрим дальше как будет но вот в общем недостача куска заделываются куском пластика подходящего в данном случае я же говорю пошел под крылой жигулей разогретый феном выпрямленный ну поскольку поскольку принципе там его хватает этой плоскости можно нагреть лучше придавить под пресс положить он выровняется два фена использовать нагреть в каком-то другом месте это не суть вопросов вот что еще но пока вроде бы так вот такая вот губа citroen c4 вот так получилось губа на автомобиле значит чего хочу какую хитрость подсказать значит вот такой вот инструмент загнутый электрод для чего для того чтобы закрутить к примеру вот этот саморез надо как-то с той стороны поджать сам материал рядом сверлим отверстие под электрод разворачиваем его внутри направлении самореза где он стоит и таким образом затягиваем саморез вот где-то изнутри вот так вот он был поставлен прижал с той стороны здесь прикрутил точно так же сделано вот здесь уже тут есть отверстие не будущее с ним бороться вот этот был прикручен он здесь вот отверстие этот саморез прикручивал в общем как то так значит но если с губой мы что называется разобрались то открылок оригинальный родной немножечко уже травмирован вот так вот колесиком протерт были приобретены нашего там в районе 300 гривен подкрылки естественно цена заманчивая ну такой вот материал форму не делать нифига такой вот сопливенький но в принципе на клипсы при исправном пластике все нормально вот здесь дальше можно прикрутиться саморезами в общем сейчас сниму тот покрылок примерю этот и потом решу либо восстанавливать старый подкрылок либо просто поставить новый и все как бы здесь тоже все трещины варки дофига чтобы снять клипсу значит необходимо сначала из нее извлечь замочек вот такой вот он отверточкой там или чем-то поднимать вот она закрыта сюда вытянуть сам замок и так а потом извлекаем клипсу то есть нагло рвать не надо ломать клипсы не стоит вот все они с такими вот замочками ну вот так вот залечим подкрылок вот здесь аналогично здесь с обратной стороны немножко подтянул здесь ничего делать не стал в принципе пластик видается хорошо скажем так соединение довольно таки крепкая там дальше время покажет вот но думаю что это лучше чем новые не оригинальные но попробую сейчас сверху одеть на него вот тонкий подкрылок одеть сверху и этим подкрылками его прижать посмотрим что получится ну вот подобрал кусок подкрылка от жигули вырезал прикрутил его сюда саморезами после этого сверло отверстия четверочки вот и вставляю нагреваю пруток вставляю его и делаю своего рода вот и по заклепочки с одной стороны не с другой стороны подогреваю и вот такими вот заклепочками я их соединяю чтобы не было здесь саморезов пластик не сваривается а вот это вот материал заклепки он варивается в подкрылок в оригинальной вот потом саморезы по извлекаю разверлю отверстия и туда точно также по вплавливаю прутки ну как то вот так прогревая сами отверстия вставляю разогреваю кусочек пластика вот с одной стороны и с другой стороны и сейчас буду разогревать его на месте и что называется склепывать погреваем пока на не станет здесь такая ложечка вот так вот изготавливаем заклепку можно прижимать с той стороны красивей ну как то вот так вот с внутренней стороны а снаружи на немножко сделаем покрасивее вот так приводили заклепками значит это я же говорю ситуации тогда когда материал не сваривается другого найти не получается подкрылок хочется восстановить ездить то есть вот так вот заклепочками сюда его при модели но сейчас будем устанавливать может быть при необходимости под форму немножко под огнем феном или как тут я немножечко подправил сделал немножечко запас чтобы по месту уже подрезать столько сколько надо в общем не стал я одевать подкрылок тут сверху точнее попробовал ничего хорошего с этого не получается вот пришлось подремонтировать этот вот он таким образом сейчас стоит колесные ниши вот такая вот рано ну тут вот одним саморезиком зафиксировался так по всякий случай но все остальное вроде на родных клипсах дай бог ему здоровья ну а с этими подкрылками наверное распрощаемся отправим их обратно побоялся что летом они разогреются упадут на колеса и толку от них не будет для сравнения до пластик совсем не ту систему мягкая тряпочка в общем как то так вот всем удачи не бойтесь если есть желание и есть из чего восстанавливать старый пластик лучше восстановить старый нежели купить не оригинал но либо брать только оригинал или какого-нибудь другого производителя поинтересней всем всем удачи крепкого здоровья